Ну, не могу сказать, что я прям фанатик чтения. До недавних пор я вообще гордилась только одним прочитанным букварем в первом классе. В целом, за последние, наверное, полтора года я прочитала достаточно много книг, что для меня прям, ну, это мой личный рекорд, вот. Ну, и в основном, конечно же, у меня нет какой-то определенного жанра, который я предпочитаю. Но все книжки, которые я читаю, они что-то прям меня затягивают, и мне очень нравятся. То есть я даже не могу выбрать одну какую-то, которая мне прям там супер понравилась. Мне все интересно, все читаю. Сейчас я читала Михаила Зыгаря, книга называется «Империя должна умереть». Это одна из трех книжек, точнее, две предыдущие я прочитала. Они, можно сказать, чем-то напоминают учебники по истории. То есть предыдущие две книжки были про конец 90-х и начало 2000-х годов. А эта книжка про революцию, про то, как разрушилась Российская империя и какие события к этому привели, точнее, череда каких событий им послужила тому, что произошло. Вот. Ну, в целом, да, повторюсь, что это такой некий учебник по истории, который написан доступным языком. Очень интересно. И так как у меня пробелы в истории, в частности, с историей России, то очень даже помогает восполнять мои пробелы. Ну, не буду скрывать, что я вообще не любила читать. То есть прям, наверное, не было ни одной прочитанной книжки там класса до 10-го, может быть. Ну, прям полностью книжки. То есть какие-то произведения там, да, по литературе в школе нас, когда уже с палками заставляли, тогда я читала. А так, чтобы восхищаться какой-то одной книжкой из детства. Ну, разве что, наверное, у меня была классная книжка «Волшебник изумрудного города». Она была с такими яркими картинками. Ее, в принципе, не то чтобы читать, было интересно картинки смотреть. Ну, и параллельно там, да, текст я читала. Наверное, самое запоминающее-то она идет. Одно время я пыталась, да, читать книжки на планшете. Это достаточно удобно, но надолго меня не хватило, потому что книга, эта книга все-таки, она пропитана вот этим вот, сказать, неким шармом читательским. Я думаю, что нужно читать такие книжки в бумажном варианте. Электронные книги никогда не заменят обычные бумажные. Наверное, из самых трудных, таких жестких книг, что я прочитала, а потом посмотрела кино, а потом еще раз перечитала книжку, это была книжка «Азори Десихи» про войну, про военные действия. И, ну, я очень впечатлилась, что книгой, что фильмом. И не могу сказать, что они прям очень сильно отличаются. Оба произведения, ну, в смысле и фильм, и книга очень тяжелые. А из недавнего я в кино хотела, я захотела прочитать книгу Петрова в гриппе, посмотрела фильм в кинотеатре Кирилла Серебренникова фильм и поняла, что я не буду читать эту книгу, потому что после фильма я на рассудки отходила, у меня ужасно болела голова, то есть это какая-то прям для очень тонких тунителей современного искусства произведения, вот. И я даже побоялась начинать читать книгу, вот. Ну, если честно, я бы хотела написать книгу «Когда не в далеком будущем», потому что у меня достаточно такая интересная, ну, жизненная история моего впадания вообще в футбол, вот. И, возможно, когда-то в будущем я там, да, напишу свою автобиографию. Но в целом мне нравится, мне нравится писать стихи, и между прозой и стихами я выбрала бы, конечно же, быть каким-нибудь поэтом, вот, тем более город Петербург очень вдохновляет к этому, вот. Ну, и в целом мне нравятся стихи, и мне нравится, как, ну, музыкальное направление, рэп, и это как стихи на музыку наложенные, вот, и думаю, что это один из самых лучших жанров. Все читайте стихи и пишите стихи.